Дорогие братья и сестры, друзья, все, которые находятся сегодня здесь, как уже нам было сказано, и перед нами горит, вот эти слова, да, высвечены, девиз нашего съезда, 11 стих Откровения 3 главы, слова нашего Господа, «Держи, что имеешь». Я думаю, каждый из нас, который вот находится здесь, как бы невольно встают вопросы некоторые. Что держи? И, может быть, еще более важный вопрос, а как удержать? Вы знаете, друзья, так вот братья рассуждали и предложили для нашего рассуждения темы. И вы знаете, удивительно, когда вот здесь мы читаем, в 3 главе Господь обращается к Филиппийской Церкви, то Он делает определенный перечень тех хороших качеств, которые были у нее, или как мы можем сказать, что-то доброе такое. И вот они высказаны в 8 главе, когда Господь обращается, и Он говорит, я знаю твои дела. Вот я отворил при тобой дверь. Он говорит, перед тобой открыта дверь. Потом Он говорит, ты немного имеешь силы. И что удивительно, Он продолжает и говорит, и сохранил Слово Мое, это то, что ты имеешь, и также не отрекся имени Моего. Вы знаете, сегодня вот братьями было предложено осветить такой вопрос или такую тему. Держи, что имеешь, а именно, ты немного имеешь силы. Но я думаю, в какой-то степени каждый из нас понимает, что это звучит немножко как-то парадоксально, не так ли, да? Держи, что имеешь. А что имеешь? Да, я слабенький. Как-то оно вроде немножко режет. И что еще удивительно, когда мы смотрим, вот как здесь написано, да? Вот как точно каждая буква, слово написано в Писании, да? Здесь написано, ты немного имеешь силы, и потом нам так хочется сказать, но сохранил Слово Мое. Но нет. А написано просто как перечень. Ты немного имеешь силы, и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего. И вот это, немного имеешь силы, предоставлено как что-то благородное, хорошее, как что-то, что церковь Филадельфии должна держать. Что же это? Знаете, очень удивительно, когда мы читаем послание всем семи церквам, то мы находим только две церкви, которым Господь не делает какого-то упрека или какого-то выговора. А именно мы смотрим это церкви Смирнской и церкви Филадельфийской. Но что самое удивительное, хотя мы не об этом сегодня говорим, не о Смирнской церкви, но я бы хотел прочитать девятый стих. Здесь написано так. «Знай твои дела, и скорбь, и нищету». И опять то же самое. Обращается Господь и говорит, вот две церкви, которым, говорит, мне нечего даже сказать в упрек, но они отличаются чем-то особенным. У них нет силы, они слабые, они нищие. Вы знаете, когда мы рассуждаем о силе, невольно приходит на память удивительное место, которое записано во втором послании Тимофею, где Господь через апостола Павлу говорит с первого стиха в третьей главе такие слова. Он говорит, знай же, что в последние времена наступят тяжкие. Вы знаете, мы с вами живем в эти последние времена, и мы говорим иногда, как тяжело, да? И он не говорит, что времена тяжкие, потому что кушать нечего, одеться не во что, или еще что-то, да? Он говорит, что совсем будет что-то другое, что люди просто, верующие люди, да, будут иногда встречаться и говорить, как тяжело, так тяжело, просто невозможно. И он говорит, почему это будет? И он перечисляет и говорит, ибо люди, люди будут такие, они будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. После всего такого перечня, который потрясает нас, и говорится о том, что это в церкви, в последнее время, из-за этого будет нам тяжело, и Павел заканчивает и говорит с укором, он говорит, сил у этих людей нет, они обессилены. Вы знаете, на первый взгляд кажется немножко парадоксально. Речь идет о силе, и в одном месте мы читаем, и Господь дает такое поощрение, и Он говорит, вот вы церкви, церковь Смирнская, церковь Филадельфийская, у вас нету силы, вы, говорит, нищие, слабые, сохраните вот это состояние ваше. С другой стороны, апостол Павел обращается, и он говорит, удаляйся тех людей, потому что у них нет силы. Кажется, что-то не совсем понятно. Речь идет о силе. Вы знаете, дорогие друзья, я думаю, для каждого из нас должно быть понятно вот в чем. Знаете, когда мы читаем Откровение, 2-ю и 3-ю главу, вот послание церквам, просматривая немножко историю, нам, знаете, невольно показываются удивительные такие вещи, ну, во-первых, вот послание Ефесской Церкви, это было послание вот первой церкви, и когда просматриваешь исторические источники, то видишь, что это была самая крупная церковь вот в Асии. Это была большая, многочисленная церковь, много делали, много трудились, не изнемогали, действительно горело все, да? Мы читаем вот в 3-й главе послание Лаодикийской Церкви. Знаете, тоже очень удивительно, город Лаодикея не такой большой, и чем она отличалась, когда посмотрю, что, знаете, пишется о том, что Лаодикея действительно была очень богатый город. На душу населения доход и богатство было больше, чем в Риме. Это был самый богатый город в Римской империи. А вот Филадельфия, и маленькая, и бедная, и нищая, и слабая. Но почему-то к ней Господь обращается, и Он говорит, вот именно вот это, цени это, дорожи, сохрани это, не бросайся, не ищи, не дергайся, да? Выдержи, выдержи вот это, вот это что у тебя есть, вот то, о чем ты так переживаешь, о чем ты, может быть, молишься, вздыхаешь и говоришь, Господи, как бы и хотелось и то, и другое, и что-то сделать, и программы, говорит, ну вот нету, ты видишь, и нас мало, и у нас сил нету, и у нас денег нету, и мы нищие, и все. И Господь говорит, вот ты блажен, говорит, оставь вот это, пускай вот такое будет у тебя состояние, не ищи чего-то другого, сохрани это. Вы знаете, друзья, удивительно, конечно, но когда читаешь то, о чем говорит здесь Господь, невольно как-то складывается впечатление, что в этой церкви была какая-то благословенная слабость. Благословенная слабость какая-то, ты не имеешь силы, да? Но это было что-то благословенное. Когда мы с вами читаем послание Тимофею, то, знаете, невольно бросается нам в глаза, о чем здесь говорит апостол Павел, показывая о людях последнего времени, и он говорит, употребляет удивительные слова, он говорит, это люди, которые будут самолюбивы, горды, надменны, те люди, которые действительно будут иметь высокое мнение о себе, это будут действительно те люди, которые будут рваться наверх, это будут те люди, которые будут пытаться быть на виду у всех. Дальше он говорит, что это люди недружелюбные, это люди непримирительные, это люди непокорные. И вы знаете, когда мы говорим о таких людях, мы явно понимаем о том, что это люди большой воли, Это люди, которые действительно могут отстоять что-то свое, стоять на каких-то, может быть, позициях или еще что-то, которые могут говорить как-то, которые могут, знаете, как-то проявить себя и так дальше. Те, которые не готовы уступить, это те, которые, знаете, не готовы просить прощения, не готовы прощать, они не примирительны. Дальше апостол Павел говорит о том, что это те люди, которые имеют наглость, которые напыщены, те, которые, что такое наглость, которые сами продвигают себя вперед, напыщенность, что-то видное, они очень резкие, они могут вставать, они могут говорить, они говорят. И вы знаете, когда читаешь все это, то невольно встает картина сильного человека, активного человека, тот, за которым люди могут пойти. Это в какой-то степени герой, можно так сказать, да, который не боится, не имеет страха. И мы, когда читаем такую характеристику, явно в нашем сознании появляется образ человека совсем не последнего, который где-то сидит сбоку, возле двери или еще что-то. Это человек сильный в нашем понимании, весьма сильный. Это человек способен разорвать тело, даже если на это пойдет, тело Христово, сделать разделение, что угодно. А Господь смотрит и говорит, ты же, говорит, силы не имеешь. В тебе, говорит, нету силы абсолютно никакой. В чем сущность? Знаете, вроде бы сила, большая активность, но активная бессильность. И вот смотришь на такие вещи, да, как бы два места говорят о силе. Одно говорит о благословенной слабости, другое говорит об активной бессильности. Как это сочетать? Знаете, дорогие братья и сестры, невольно приходит на память история одного проповедника, который проповедовал истину. Да, надо согласиться с тем, что это не был оратор, надо согласиться с тем, что он не отличался большим ораторским искусством или, может быть, большой мудростью, философию или еще что-то. Вдобавок ко всему, человек этот известен был большим физическим пороком. Этот порок немало причинял тоже насмешек среди людей. Те сторонники, которые были его, те, которые, знаете, может быть, и пытались как бы поддержать, но были те, которые усматривали в этом нечто другое. И такая, ну, будем говорить, неоднозначная личность в истории братства. И вы знаете, этот человек, находясь в таком переживании, обратился к Господу. И мы читаем во 2-м послании Коринфянам в 12-й главе, он говорит такие слова. «Трижды молил я Господа о том, чтобы Он удалил это от меня. Но Господь сказал мне, Павел, довольна для тебя благодати моей». Почему? «Ибо сила моя совершается в немощи». Нам Писание говорит, что апостол Павел был таким, о котором люди говорили. Мы читаем во 2-м послании в 10-й главе, которые прямо заявляли и говорили, что, говорит, вот в личном присутствии он очень слаб, и речь его незначительна, и что его слушать. Другие говорили еще что-то. Но вы знаете, нам Писание говорит о том, что у него было такое переживание, и когда он находился в Галатах, мы читаем в 4-й главе, то те, которые полюбили его, они, видя на то болезнь, на то переживание, что было с его глазами, как он не мог даже говорить, знаете, слово, да, и написано, что те люди, которые слушали, некоторые из них даже желали свои глаза как бы отдать ему. Такое вот было, знаете, жалкое, как бы, вот такое зрелище, переживание. И этот человек обратился к Господу. И очень удивительно, что Господь ответил ему. Он говорит, Павел, я прекрасно понимаю твое положение. Я, говорит, очень ясно знаю то, что говорят люди. Я, говорит, осознаю, как люди могут интерпретировать то, что в тебе происходит. Но, говорит, Павел, если ты хочешь, чтобы реально проявлялась сила в служении, это самое лучшее состояние. Павел, другого не проси. Лучше не будет. Ты, может, получишь что-то, но ты потеряешь вот ту возможность быть проводником силы Божьей. Ты не сможешь больше совершать то, о чем Павел говорит, что говорит, я когда прихватил вам, мы читаем в Коринфянном первом послании, говорит, речь моя была не в убедительных словах, не в словах человеческой мудрости, да, или еще что-то. А он говорит, но в силе и в духе. И потому Господь, когда к нему обратился, он говорит, апостол Павел, говорит, суть-то вот в чем. И он обращается и прямо ему указывает и говорит, что вот то, что ты должен понять, что сила моя совершается в немощи. И дальше апостол Павел, понимая это, он говорит, посмотрите, в 10 стихе, он говорит, когда я немощен, тогда силен. Вот посмотрите, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы сегодня мы с вами обратили внимание на то, к чему Господь сегодня призывает нас через то слово, которое он сказал в филадельфийской церкви, да. Действительно, сила Божия может совершаться и проявляться только в великой немощи человека. Вот почему Господь включает вот эту слабость и нищету действительно вот в перечень, вот обращаясь в филадельфийской церкви, в перечень каких-то добрых качеств, какого-то поощрения. Потому что действительно апостол Павел понимал это, говорил это. И что еще важнее, знаете, я хотел обратить внимание, когда-то на земле нам Писание говорит, был, жил величайший из рожденных женами, из людей. Так прям Писание говорит, из рожденных жен, женами не восставало более Иоанна Крестителя. И вы знаете, что удивительно сам Иоанн, когда он уже был на этом служении, и когда пришли и сообщили ему о том, что делает Иисус Христос, и мы читаем Евангелие от Иоанна в 3 главе 30 стихе, удивительные слова, когда Иоанн обращается, и он говорит такие слова. «Ему должно расти, а мне умоляться». Вы знаете, Иоанн понял необходимость вот этой, знаете, обратно-прависимости, да, что не может по-другому быть, не может. Если ему возвышаться, то значит я должен умоляться. Если я хоть немножко начинаю возвышаться, ему места не остается, значит он умоляется. Он говорит, по-другому не работает. Не можем мы вместе возвышаться. Не может такого быть. Он говорит, если только ему возвышаться, то только через одно, через мое умоление, через мое немощь, через мою слабость и так далее. Вы знаете, друзья, вот как это важно действительно понять. Вы знаете, когда Господь вышел на служение, когда Он начал проповедовать Евангелие Царствия, и вот мы с вами удивляемся, мы читаем, когда Он вышел и произнес эту первую проповедь, Евангелие от Матфея, 5 глава, мы называем это Нагорной проповедь, да, и вот когда написано, собрался народ, сели ученики, и Он открыл уста свои, и в третьем стихе мы читаем, какие слова Он произносит. «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Знаете, друзья, я так иногда представляю себе, когда Господь произносил эти слова, это было что-то шокирующее. Это было что-то, что невозможно было осмыслить разумом человека. Ведь все построено действительно на том, чтобы как-то возвышаться, да. Даже они ждали Мессии, чтобы Он мог сломить всех, которые против Израилева, раздавить, поднять Израиля, да, вся суть, все ожидание было направлено на это. И вдруг такие слова. Как это осмыслить? Как это собрать, да? Это невозможно разумом. Вы знаете, очень удивительно, когда мы просматриваем страницы Священного Писания, то мы с вами не можем не заметить одну очень интересную такую деталь. Вся работа дьявола настроена практически на одно. Каким-то образом возвысить дух в человеке, его дух человеческий. Почувствовать себя, ну, где-то повыше, на высоте. Вы знаете, это вся суть мира. Мы помним в первом послании Иоанна, во второй главе, 16 стихе, и апостол Иоанн говорит о том, что вся суть, говорит, вот, говорит, все, что говорит в мире, да, это, говорит, похоть плоти, похоть очей и гордость житейского. Это, говорит, не есть от Отца. Это, говорит, вот от этого мира. Вот в чем говорит вся суть мира. Вы знаете, я как-то рассуждал так, вот интересно посмотреть, даже если с самого начала мы находим удивительное, когда Господь только создал людей, и вот мы видим, Каин согрешил, восстал против брата, убил родного брата, и, знаете, пошел, пошел. И вот мы читаем четвертую главу Бытие, и мы находим очень удивительно, вы знаете, когда мы просто проскальзываем, мы можем не заметить некоторые детали, но когда читаешь более внимательно, вот посмотрите, мы видим, пошел Каин от лица Господний, и мы читаем удивительное, что «И построил, 17 стих, он город, и назвал город по имени сына своего, Енох». Что значит построить город? Значит, люди, город, крепость, высота, царь в городе, политика. Это же все так, знаете, красиво, грандиозно. Мы дальше читаем, что вот вдруг здесь появляется Тувалкайн, который был кавачом всех орудий из меди и железа. Это железная, это тяжелая индустрия того времени в городе, да. Мы видим, что здесь рождается Иоал, он был отец всех играющих на гуслях, свирелей, и так дальше искусство процветает, да. Вы знаете, это удивительно. Мы с вами не обращаем на это внимания. Пошел Каин, и, ну, как мы так иногда выражаемся, по-английски «бум», да. Это же вообще политика, города, царство, цари, да, искусство, индустрия и так дальше, да. И вдруг мы читаем дальше. У Сифа также родился сын, нарек ему имя Енос. Начали призывать имя Господа. Этот человек стал проповедовать возрождение. Он стал говорить о том, что надо поклоняться Господу. Дальше мы читаем, умер, родился, родился, умер, родился, умер, да. Ну, мы видим, да, появился Енох, который жил, как-то ничего вроде особенного, но не стало его, искали, не нашли, Господь восхитил, да. Родился Ной там. Но вы знаете, друзья, вот так вот, по-человечески, если посмотреть, сегодня если бы, ну вот мы бы попали в это, так сказать, в это время, в это царство, на это место, где жили тогда люди. Но я не хочу, конечно, как бы за всех говорить, но давайте так вот просто честно сами между собой поразмыслим. Куда бы у нас было бы тяготение? Образование, политика, индустрия, управление, люди, да, или вот что-то такое как-то, ну куда оно там, да, где-то, ну что-то, ничего там особенного, да. Вы знаете, ведь наше человеческое стремление было бы к жизни вот этой линии Каина. Потому что там высота, красота, там возвышение, там действительно что-то интересное. Или посмотрите, хорошо, пришел потоп, Господь истребил всех, и мы видим, опять Господь начинает, как бы, развивать, продолжать вот эту линию, и мы видим Авраам, у него вот сын Исаак, у Исаака рождается двое сыновей. Исаак и Иаков. И мы читаем, и вот когда мы читаем за, знаете, за Исава, то в Бытие в 36 главе нам дается целый перечень князья, цари, Едома, поселились на горе, красота, богатство такое, да, и перечисляется эти, говорит, цари были до Израиля. А вот Иаков, пришлось бязать из дому, 20 лет работал, чтобы семью приобрести, 20 лет. Вернулся, немножко пожил, голод, убежал в Египет, 430 лет рабы, да, вот нас поселить туда. Куда бы было наше тяготение? Куда бы потянулись бы мы? К чему бы было наше внутреннее стремление? К жизни вот по линии Исаака или по линии Иакова? Ну, я думаю, мы все люди-то мудрые, разумные, ответа не надо, все понятно. Но вы знаете, друзья, когда посмотришь по прошествии какого-то время, то как бы все понятно, к чему приводит одно и к чему приводит другое. Почему? Потому что вся суть, что делает дьявол, это любым методом как-то возвысить человека, получить чувства на высоте, повыше, получше, посильней, покрасивей, больше образования, философии, знания, еще что-то, да, денег и так дальше, да. И когда человек вот так подымается, вот это сознание, знаете, разве у нас такого никогда не было, не наполнялось что-то внутри? Я никогда не запуду, знаете, в своей жизни, мне пришлось пережить, я был как-то, я молодежи рассказывал, еще был очень молод, еще жили мы в Советском Союзе, началась эта перестройка, и как-то так пошли так обстоятельства, что появилась так вот компанию, можно открыть все, и было деньги. И вы знаете, я по тем временам приобрел самую дорогую, которую можно только машину, я помню, взял на этой машине, и приезжаю, у нас родители жили там возле Киева, я в Харькове, приезжаю, заехал, значит, во двор, и вот выходит папа, и знаете, я так часто иногда вот привожу на память его лицо, его взгляд, вроде бы и улыбка, но знаете, как мы иногда говорим, что улыбка сквозь слезы, знаете, такое, вот что-то, такая смущенная, и мы, я зашел, и так это, сел, и мы стали разговаривать с отцом, и мне папа говорит, сын, это же мир, я говорю, пап, какой мир, это же, говорю, ну, четыре колеса, сиденья, все это же, жестянка, все, и вы знаете, мы много с ним беседовали, практически всю ночь, и он меня много убеждал со мной, говорил, и потом он мне задал такой вопрос, он говорит, сынок, вот когда, говорит, ты выезжал, и ты, говорит, ехал, говорит, когда ты подъезжал, а лето было, знаете, он говорит, у тебя окошки были открыты, я говорю, ну да, конечно, все, он говорит, люди смотрели, не так, да, он говорит, сын, скажи, говорит, честно, внутри, говорит, что-то поднялось, я говорю, ну, конечно, пап, Ну что мне, 22 года на такой машине, конечно, как? Она говорит, сын, вот это самое страшное, что есть в мире. Вот это чувство, которое в тебе поднялось, когда ты сидел за рулем этой машины. Он говорит, это и есть мир. Вот это мир, вот это само возвышение. Думать о себе, да, прочувствовать что-то. Дьявол ведет на все, что угодно, чтобы нас привести к такому состоянию, именно к этому. Почему? Потому что в таком состоянии Господь с нами работать не может, невозможно. Сила Божия проявляться не может. Все отключено, перекрыты все каналы. А теперь, друзья, я бы хотел подойти немножко к нам. Да, мы живем в такое время, о котором говорит апостол Павел. Мы свидетели, мы очевидцы многих сильных людей вокруг нас и в наших церквах. И мы воздыхаем, и нам тяжело, и мы иногда разводим руками, и мы говорим, что это просто последнее время. Но хотел бы, друзья, чтобы мы сегодня могли посмотреть каждый просто внутрь себя, не смотреть на кого-то, и задуматься вот о чем. Я вот так к себе, знаете, иногда задаю вопрос, вот когда я выхожу на кафедру, да, что проскакивают какие-то мысли я, да. Позволяю, вот, знаете, иногда смотришь, оно как бы действительно со стороны виднее. Знаете, выходит человек, руки в брюки, прохаживается так, да, все, и мы говорим, в принципе, а что здесь грешного, да. Да, конечно, ничего. В принципе-то грешного ничего нет. Но чем вызвано это поведение? О чем это говорит? Я выхожу, пою, рассказываю, могу руководить чем-то, да. Знаете, трудно сказать что-то о себе, о со стороны, так люди, да, говорят, выскочка, да. Где-то оно видно, да, своевольный человек, еще что-то. Вы знаете, так работая по церквам, приезжая, удивительное время мы живем, сталкиваемся, люди научились грамотно писать, имеют большое образование, пишут письма или целые послания, встают, зачитывают. И вы знаете, когда где-то конфликты, пишутся такие письма, и вот смотришь, столько вложено образование, столько ума, столько энергии, человек встает с такой силой, его аж трясет, когда он читает, да. Такая сила. Только каждый слог этого письма. Столько злобы, столько ненависти, столько презрения. Кажется, такая сила и такой ужас. Сколько этого происходит в моей жизни? Сколько это происходит в твоей жизни, мой брат, дорогая сестра, дорогой служитель? Вы знаете, проблема в том, что легче вот то, о чем мы говорим, заметить за другим. Очень тяжело заметить за собой. А вторая проблема, это что действительно в каждом из нас все-таки живет это желание возвышения. Но сегодня Господь обращается, и Он говорит, вот то, что ты не имеешь силы, если ты это имеешь, вот это состояние нищеты духа, состояние ничтожности, понимание этого, да, Он говорит, держи это. И более того, Он говорит, вот это необходимо для того, чтобы сохранить все остальные качества. Дорогие братья и сестры, я бы сегодня хотел обратить наше внимание очень серьезное на то, что Господь сегодня говорит церквам. И Он говорит, имеющий уши, да слышит, что дух говорит церквам. Мы живем с вами время неимоверного отступления, вызванное тем, о чем говорит Павел, что люди будут самолюбивы, горды, надменны, наглые, напыщены, возвышающие себя, думающие о себе высоко. Это приводит к большим проблемам в семьях, большим проблемам в церквах, но самое страшное, Бог не может действовать в таких людях и через таких людей. Я бы сегодня, дорогие братья и сестры, когда мы настраиваемся на то, чтобы слушать, что Господь хочет сказать нам, чтобы каждый из нас мог проверить себя и, может быть, склонившись покаяться перед Господом, смирить свое сердце, действительно унизить, как нам Писание говорит, унижающий себя. Вы знаете, удивительные истории, когда мы читаем Занову Ходоносора, этот человек, который правил всем миром того времени. И когда мы смотрим на него, когда Господь ему столько дал, и Господь с ним разговаривал, и потом мы видим, что Господь допустил в его жизни, что он стал подобным животному. Он разум потерял, жил как животное, питался травой. И потом, когда Господь сделал удивительное, дал ему милость, что он смог прийти в себя, и когда он пришел в себя, то он произнес удивительные слова. Он говорит, я, говорит, познал, что Бог силен смирить ходящих гордо. Вы знаете, дорогие братья и сестры, действительно, Бог силен смирить. Люди не могут. Действительно, только Бог может это сделать, и Он может сделать в жизни каждого из вас. Он может это сделать в жизни моей, Он может это сделать в жизни любого человека. И Он это делает, и Он производит это. Но посмотрите, дорогие, человек реально смирить другого не может. Вот мы иногда говорим о смирении, но мы должны дать полный отчет, что мы никаким образом, ни своих детей, ни жену, ни мужа, ни членов церкви мы смирить не можем. Посмотрите, Господь, когда стал беседовать с Иовом, мы читаем Иова, 40 глава, когда он обращается, Бог к нему, это написано. И отвечал Господь Иову из бури и сказал, припаяшь, как муж чресла, я буду спрашивать, а ты объясняй мне, ты хочешь говорить, объяви. И посмотрите, он здесь к нему перечисляет все, и он говорит удивительные слова, 6 стих. «Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его». Сможешь? Да? «Взгляни на всех высокомерных, унись их и сокруши нечестивый на местах их». Сможешь? Невозможно. Смирить может только Бог. Но в чем благословение, дорогие друзья? Навуходоносор познал, что Бог может смирить ходящих гордо. Но сегодня Господь нам говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если мы сегодня хотим испытать благодать Божию, если мы сегодня хотим испытать силу Божию, то это может быть не тогда, когда Господь нас смирит, а когда мы сами смиримся. Когда мы пойдем на колени, когда мы смирим свои сердца, когда мы поставим себя ниже других, когда мы не на словах, а реально сможем произнести «я изверг, я хуже других, я падше всякого грешника». Когда это произойдет, тогда начнет действовать сила Божья, тогда будет великое благословение. И сегодня Господь обращается, сегодня, может быть, среди нас находятся те, которые внутри где-то томятся, и они говорят, да я в таком положении, да я вот так слабый или еще что-то, дорогой друг и брат. Если это искренно и перед Богом, держи это. Если ты не имеешь, смирись. Это так важно, чтобы мы своих личных не имели сил. Ему должно расти, а мне умоляться. Аминь.